Здравствуйте! Это новости спорта. С вами Ульяна Любимова и мы готовы поделиться главными событиями уходящего дня. Уникальный футбольный матч сегодня состоялся в Челябинске. 11 профессиональных игроков против 50 школьников. А вот хоккейная встреча для трактора с казахстанским Борысом оказалась неудачной. Все подробности в нашем обзоре. Для всей системы трактора игры оказались неудачными. Черно-белые проиграли Борысу из Казахстана, а хоккеисты высшей хоккейной лиги Челмет уступили в домашнем матче дебютанту из Ташкента. Команде Хумо, названной в честь священной птицы, приносящей счастье, за которую сейчас выступают воспитанники челябинского хоккея Павел Нечистовский, Денис Машаров, Платон Попов и Иван Безруков. Именно они и помогли команде из столицы Узбекистана сначала отквитать гол, забитый во втором периоде челметовцем Максимом Кореневским, а затем помочь своим партнерам в реализации большинства. Итог 2-1. В пользу Хумо. Ребята предупреждали, что с этой командой, команда опытная, люди поигравшие, нельзя давать им шанс. Те моменты, которые мы должны были создавать, мы должны были и по максимуму использовать. К сожалению, давление получилось. Соперник на самом деле самоотверженно играл, дружно команда и исход закономерен. Следующий поединок подопечные Максима Смельницкого проведут на выезде 1 октября с пензенским дизелем. Белым медведям тоже не улыбнулась спортивная удача. В чемпионате МХЛ команда проиграла на своем льду в повторной встрече соперников из Усть-Каменогорска. Основное время поединка с Алтаем завершилось со счетом 1-1. В овертайме удача оказалась на стороне гостей, которые забили победный гол. В результате 2-1. Напомню, что в первой игре сильнее оказалась черябинская молодежка, взявшая вверх над Алтаем со счетом 2-0. Завтра и послезавтра белые медведи примут снежных барсов из Нур-Султана. А вот нам полом. В Златоусте продолжается Международная куба губернатора Челябинской области. В центре олимпийской подготовки встретились сборная Казахстана и команда Югры, а также дружины Южной Африки и Хорватии. Хозяйки же бассейна из знаменитого клуба «Динамо Уралочка» накануне легко переиграли южноафриканских спортсменок со счетом 29-6, обеспечив досрочно себе место в полуфинале. В Атерполийском сборной команды ЮАР удалось несколько раз завершить атакки взятием наших ворот. Довольно интересные центральные нападающие. И на этой игре нами была отработана тратическая схема нападения всемиром с участием вратаря. Полуфинальные игры пройдут в субботу в Златоусте, а встречи за медали будут сыграны 29 сентября в Челябинском бассейне «Строитель». В 14 часов начнется поединок за третье место, а в полчетвертого финальный матч за золото и кубок турнира. А я напомню, что обладателем почетного трофея Кубка губернатора двух последних лет является златоустовская команда «Динамо Уралочка». Такого количества футболистов стадион «Сигнал» не видел еще никогда. Сегодня в столице Южного Урала проходит необычная футбольная игра. 11 профессиональных спортсменов клуба «Челябинск» против 50 детей – воспитанников футбольной школы. Встреча прошла на новом искусственном покрытии. Как оценили газон футболисты, знает Валерий Киченко. На этих кадрах сенатора Челябинской области Маргарита Павлова вводит мяч в игру на новом футбольном поле с искусственным газоном. Ярко-зеленое покрытие – это подарок Российского футбольного союза, а также областного министерства спорта и городского спорту управления. Последний раз поле обновляли 13 лет назад. И нападающий футбольной команды мастеров Челябинск Никита Зырянов был очевидцем и участником тех событий. «Я помню, как его селили. Так же был праздник, как сегодня сделали. Я тоже был маленьким. Сейчас это праздник для детей, я думаю, это хорошо. Молодцы, что поселили новое поле». Сегодня юный коллега Зырянова Владимира Верка оценил новое покрытие, сравнив свои ощущения во время тренировки и игры. «Сейчас оно стало мягче и удобнее. Но оно лучше стало. Много раз. Тогда оно было с дырками, и ударить было неудобно». В честь большого события 11 основных игроков единственного профессионального футбольного клуба Челябинска провели товарищескую встречу с полусотней сигналовцев, футболистов в возрасте от 8 до 13 лет. Необычный матч завершился в ничью со счетом 2-2 и общим фото на память. «Самая главная цель – это воспитание, подготовка футболистов в главную нашу команду города ФК Челябинск. Чтобы мальчишки участвовали во всех соревнованиях, побеждали, доставляли удовольствие родителям, тренерам». Примечательно, что фрагменты старого футбольного покрытия переданы четырем детским садам района. Также напомню, что в 2017 году футбольная команда «Челябинск» завоевала историческое серебро перенства ПФЛ. В этом сезоне после 11 туров наши земляки находятся на втором месте в дивизионе «Урал-Приволжье», уступая 5 очков лидеру «Камазу» из набережных Челнов. И 30 сентября сыграют в гостях с клубом «Уфа-2». На сегодня это все. Далее происшествия. В Челябинске клиенты угнали автомобиль у водителя такси, но кататься по городу пришлось недолго. Почему, знает Елизавета Болдырева. Не переключайтесь. А я желаю вам хороших выходных и без происшествий. Продолжение следует...